Всем привет! В этом видео хочу поговорить о привычках, потому что эта тема такая многогранная, интересная, и сегодня мы поговорим именно о приобретении привычек, каких-то хороших, которые вы хотите внести в свою жизнь, потому что на самом деле грамотно составленные какая-то одна-две привычки могут очень сильно повлиять на вашу жизнь, потому что они потом такой цепочечкой за собой тянут хорошие изменения, какие-то другие привычки. В общем, это очень хорошая тема, но на самом деле приобретение этих самых привычек это такой сложный, тонкий процесс, который изучают очень много ученых, и к какому-то единому стандарту они так не пришли, но они дают нам рекомендации, что может повлиять, потому что в любом случае как бы все зависит конкретно от вас. То есть какие бы обстоятельства ни были, если вы сами над собой не поработаете, этого ничего не произойдет, но все-таки есть кое-какие уловки, которые вам в этом помогут. И если с плохими привычками все достаточно, ну не то, что просто, но более-менее как бы объяснили их характер, то, как они строятся, то есть идет какой-то стимул, потом привычное действие, которое мы и идентифицируем как привычку, потом идет какое-то вознаграждение, то есть чувство удовлетворенности, полный желудок, снятие стресса, еще что-то. И когда вы хотите избавиться от вредной привычки, вам нужно вот это привычное действие, либо его выдернуть, но у вас остается стимул и желание, вознаграждение, поэтому советуют все-таки либо исключить стимул, то есть как-то либо его полностью убрать, то есть его сначала нужно выделить, вычленить из вашей жизни, то есть понять, что стимулирует вас на плохую привычку, и если вы просто это вырываете из своей жизни, убираете, то, скорее всего, вы не захотите сделать привычное действие, потому что вас, ваш и ваш мозг не стимулируют на это. Второй вариант, вы как бы оставляете стимул, если вы нельзя убрать, оставляете вознаграждение, но ищите что-то на замену той плохой привычке, которая у вас есть, заменяете и как бы обкатываете это все до достижения автоматизма. С хорошими привычками все немножечко иначе, потому что это что-то новое, что вы должны привнести в свою жизнь, а все новое это немножко сложно, потому что у нас уже устоявшийся какой-то ритм жизни, то есть мы делаем определенные вещи в определенное время, у нас есть привычные действия, которые мы делаем в привычное время и так далее, и что-то новое это всегда немножечко сложно. И в этом сложном деле ученые нам дают помощь, точнее в помощь нам, шесть стратегий, которые они выявили за счет исследований, и самые интересные внизу, как всегда, в инфобоксе будут на ваше рассмотрение, если вам это интересно. Так вот, первое, что они нам говорят, что если вы не определите четкое время для начала вашей привычки, вы это никогда не начнете. То есть, если вы себе говорите о том, что я буду заниматься спортом, если вы просто это сказали, что я хочу выработать привычку заниматься спортом, то то, что вы будете им заниматься, вероятность всего 29%. Если вы себе скажете о том, что я в понедельник, среду и пятницу, например, по часу буду заниматься, не знаю, на велотренажере, еще что-то. То есть, четко определите, что после обеда я в то-то время, потому что мой график не позволяет, я в три часа иду и занимаюсь целый час на велотренажере и смотрю, например, сериал в это время. То есть, вы очень четко ограничили время, дату, что вы будете делать, что за чем идет и так далее, то вероятность очень сильно повышается. То есть, больше половины респондентов, которые участвовали в таком похожем исследовании, они все-таки придерживались хорошей привычки, но, как видите, чуть больше половины. Все-таки достаточно большое количество людей игнорировали, поэтому, повторюсь, все зависит конкретно от вас. Следующая больше не стратегия, а предупреждение, такое предостережение. Это то, что сопротивление ведет к истощению. То есть, когда вы себе что-то запрещаете, когда вы запрещаете себе смотреть, есть, ходить, общаться, еще что-то делать, это ведет к истощению, потому что в этот момент вы подключаете свой самоконтроль, свою силу воли, которая, напоминаю, очень сильно ограничена. То есть, мы в течение дня и так как бы испытываем нашу силу воли, наш самоконтроль, мы его исчерпываем. А если вы еще себе что-то намеренно запрещаете, и это еще постоянно у вас перед глазами, вы очень сильно устаете, и есть очень большая вероятность того, что вы к вечеру все-таки себе разрешите. Потому что себе разрешать, а не запрещать. То есть, если там с аналогией с той же диетой, когда вы хотите что-то подкорректировать в своем питании, говорите себе, что я не запрещаю себе есть то-то, 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 а говорите о том, что я себе разрешаю есть большой спектр продуктов, которые полезны, они насыщают мне энергией, они помогают мне чувствовать себя хорошо и так далее. То есть, когда вы концентрируетесь на разрешении, на позитиве, на том, что вам, ну, у вас много возможностей, у вас все будет хорошо, вы скорее как бы введете это в привычку, чем если вы будете себя сдерживать, если вы будете постоянно искать эти искушения, то есть смотреть на них и пытаться себе запрещать. Еще по поводу количества. Лучше не более двух привычек за раз. Мы привыкли так, чтобы сразу целый чемодан привычек, давайте-ка, все же они хорошие, полезные, давайте все их применять. На самом деле, наш организм так устроен, что он не может просто позволить себе так много всего поменять в своей жизни. То есть, мы все равно стремимся к какой-то такой стабильности, застойности, то есть, это комфортно для нашего организма. Это нормально. То есть, когда у нас все так более-менее распределено, все хорошо, наш организм считает, что как бы у нас все хорошо. Как только даже если вы хорошее изменение приносите в свою жизнь, все равно это изменение, это стресс. И как бы если его слишком много, то вы уже как бы идете в противоположную сторону тому, чтобы вообще ничего не внедрить в свою жизнь. Если вы все-таки хотите внедрить какую-то хорошую привычку, вы понимаете, что это выведет вашу жизнь на какой-то качественно новый уровень. Это вам поможет. Это поможет вашему здоровью. Это поможет вашим отношениям. Не важно. То есть, вы понимаете, что это что-то очень важное. Выберите все-таки что-то одно, максимум два. И дайте себе побольше времени. Потому что раньше были разговоры про 21, день потом про 90 дней. Это все разговоры. То есть, ученые пытались проверить и то, и то. И вообще вычислить это время, пока формируется привычка. Но ничего не вышло. Потому что некоторые привычки формируются очень быстро. То есть, за 2-3 раза вы уже привыкаете. Какие-то формируются годами. Какие-то формируются год, месяц и так далее. То есть, все зависит от привычки. Так что, все-таки выбирайте очень тщательно. Следующая стратегия, о которой я тоже часто говорю, но она действительно рабочая. И она действительно спасет вас. Эта стратегия так образно называется «что если». То есть, если что-то произойдет, что я буду делать? Это на случай того, что в любом случае какие-то ситуации случаются. Вы срываетесь, вы не делаете то, что вы хотите. У вас не получается выполнить вашу привычку. То есть, что вы будете делать в этот момент? Если вы это продумаете, то шанс того, что вы обратно вернетесь на хорошую дорожку, то есть, на вашу привычку гораздо выше, чем если вы просто в этот момент потеряетесь. И как бы у вас, ну, вы легче сойдете с этого пути хорошего. Следующее то, что нам советуют, это при всем автоматизме привычек, в том, что мы хотим, чтобы они автоматизировались, для того, чтобы у нас не было вот этого волевого решения, что мы должны встать и начать что-то делать или не перестать что-то делать и так далее. В любом случае, все эти привычные автоматические действия должны быть вам интересны. Если пропадает более-менее какая-то новизна, если пропадает интерес, то все. Эта привычка, скорее всего, уйдет только если она прям так автоматизировалась до самого конца, прям вросла уже в мозг, скорее всего, она не отвалится. Но в любом случае, вам нужно постоянно поддерживать этот интерес. То есть, да, привычка предполагает привычные действия, которые из разного раз вы повторяете, но все-таки вносить какие-то коррективы, что-то разбавлять, добавлять, изменять, это тоже полезно. То есть, основу оставлять, но какие-то детали вы можете немножечко менять. И вот последнее, о чем я хочу сказать, о том, что наши ученые, ну, в смысле исследователи, которые занимаются привычками, поведением и так далее, нам говорят о том, что все-таки наш организм, наш мозг стремится к стабильности. Я уже упоминала это ранее. Это отдельный пункт нужно вынести, потому что мы стремимся к такому застою. То есть, для нашего организма это идеально. Вот про ту самую зону комфорта, даже если она некомфортная, если мы к этому всему привыкли, если это нас окружает достаточно долгое время, даже если наши привычки, которые вредные, но они привычны для нас, то это как бы составляющая нашей жизни, уже неотъемлемая, как нам кажется, нашему организму точнее, потому что нам комфортненько. В данный конкретный момент, то зачем что-то менять? Что это значит? Ученые говорят о том, что меняться очень сложно. Это очень сложный процесс, когда вы должны переступить через себя. Вот переступить через эту самую пресловутую зону комфорта. Пусть это будет маленький шажок, как вам кажется, на самом деле это гигантский шаг. То есть, любое изменение, которое вы привносите в свою жизнь, это стресс, это такое противодействие. Ваш организм все время будет против. Даже если это что-то хорошее, даже если это что-то интересное, полезное, все равно внутреннее сопротивление есть. И в этом случае очень многие сдаются, потому что нам кажется, что если такое внутреннее сопротивление, значит это знак, что это не нужно для нашей жизни. На самом деле это просто организм хочет обратно в свою раковинку комфортненькую. Что нам советуют в этом случае? Просто приготовиться к этому. Потому что когда мы думаем о том, что все пойдет гладко, замечательно, прекрасно, мы будем бежать по ромашковому полю, у нас все получится. И при первой же какой-то проблеме, каком-то внутреннем некомфортном ощущении мы будем сдаваться, потому что это не вписывается в нашу идеальную картину. Но если мы приготовим себя к тому, что при побеге по этому ромашковому полю могут быть, не знаю, там ежики встречаться, какая-то трава колючая, не знаю, крапива, еще что-то. Если мы будем об этом знать, то это уже повысит шанс того, что мы перебежим до самого конца, в смысле добежим до конца, мы сформируем самую привычку. Что я имею в виду? По поводу того, что у нас могут быть срывы, но мы можем всегда вернуться. Что у нас может быть внутренний дискомфорт. Первое время он будет обязательно. Что мы можем долго формировать свою привычку. То есть не обязательно это все будет очень быстро. И так далее. То есть все эти сложности, все эти проблемы, которые у нас будут на пути, если мы будем понимать, что они неизбежны, мы гораздо проще и быстрее их поборем. Все, мои хорошие. Надеюсь, у вас все получится. Вы преуспеете. Удачи вам. Подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok